доброе время суток всем у нас сегодня город таллинн 23 февраля 2018 год 2 часа дня укороченный рабочий день я еду домой видео будет сегодня длинная так что терпите вы как длинная не очень так 7 градусов мороза вчера я был за забирал дочку садика она ходит на русский садик я сейчас вам покажу там буквально минутки две посмотрите как выглядит раз русскоязычный садик в таллине в преддверии дня независимости находимся в таллине в русскоязычном садике сейчас зайдем сюда я кое-что покажу в преддверии дня независимость обязательно стежки все все черно-белых сделаны такие вот башки но есть такие вот картиночки кстати с одной стороны тоже самое плаги на русском языке информация это эстонская группа 10 на эстонский язык 10 группа думал еленин виталия виталия так мы находимся в русскоязычном садике едем домой из садика задам пару вопросов я на какой будет праздник в субботу день рождения нашей страны а где мы а что 100 100 лет не нашей стране а наша страна как называется эстония хорошо а что вы делаете сейчас ну в садике подарки делаете для нее для кого для нее для нашей страны хорошо а какого цвета подарки ну как раз какие 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 больше всего цвета вот значит делали ласточку ласточка это один из символов чего наша главная птица наша главная а ты любишь а ты любишь страну свою а как она называется еще раз так вы посмотрели что могу сказать я не понимал я не понимал почему какой-то ажиотаж в этом году с днем независимости каждый год отмечается я лично сам вообще ну не любит вообще и праздники не отмечаю но в этом году прямо вижу флаги и все это в машинах хотя машинах у нас ставят обычно насколько вот в эстонии люди сдержанные вот на для независимости флаги в машине на машине они есть и так но в этом в этом году как-то не понимал почему 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 так много только вчера дошло что 100 летний юбилей но 100 лет 100 лет но я привык 90 95 96 99 стоит 100 лет но цифра цифрой ну 100 лет стране бывает один раз один раз в год бывает один раз в жизни и я попал именно на этот юбилей так что тут дошло до меня такая круглая дата почему бы и нет кстати мы сейчас с вами пойдем еще заправляться дальше что я хотел сказать насчет 23 февраля советское время был день красной армии военно-морского флота сейчас это в россии день защитника отечества до в таллине тоже поздравляют но я хочу вам сразу сказать это считается день мужчины как бы в таллине и надо выбирать кого поздравлять его не поздравлять можем могут обидеться дальше едем дальше едем на то что завтра у нас парад вы в курсе я обещал туда сходить я вроде бы уговорил дочку и не только аппарат мы решили тогда погулять вообще по старому городу с дочкой посмотреть что творится так что если со мной ничего не случится ужасного и и ну так что будет видео еще и завтра с празднование дня независимости дальше если будет все хорошо воскресенье еще покажу кое-что вроде бы как бы моя семья отказалась от этого но знакомый вроде бы да нет в любом случае поеду один если все будет так как так как я думаю один раз я хотел это сделать у меня не получилось у меня не получилось в этот раз в рыбе должно быть все чики-пуки дальше едем что-то еще хотел сказать мороз ой мороз у нас стоит я вам сейчас опять же скину буквально секунд 20 того что у нас с утра каждый день я сегодняшнее утро заснял доброе утро таллин пять дней до начала календарной весны встречает уже третий день вот так почистимся и поедем поболтаем посмотрели время не теряем едем дальше обещает нам еще 20 градусные морозы по 20 кто-то говорил по 30 ну ничего чем больше морозов тем будет лучше я уже к этому привык весны в этом году я так понимаю не намечается у нас зима медленно перейдет в наше лето ну какой есть такое но и будет дальше что я еще хотел сказать у меня так все по полкам эмоции много естественно домой еду мама моргает лампочка осталось семьдесят один километр проехать мне мы сейчас с вами постоим еще в пробочке так господа еще раз говорю последний раз предупреждаю еще раз о политике в комментариях улетаете улетаем сразу не надоело если я хочу поговорить о политике я иду на профильный канал да там где обсуждают политику где говорят о политике и там каменьки мне кажется это нормально если я говорю что у меня эта политика не то что по горло я уже выше головы стоит везде она прется и в новостях и как его называется в интернете и в общении что еще с друзьями этого у нас не выскакивает это прекратите давайте будем все-таки взаимовежливы да и выбирать если мы говорим все-таки о тайне о жизни в тайне то что я снимаю то мы говорим об этом да что могу я не и отвечу на что я не могу ответить я знаю что есть люди которые помогают мне отвечать от с политикой пожалуйста есть каналы там сидите и там делать все закрыли разговор дальше смотрите сколько у нас сейчас машин стоит а я еду по этой улице я давно не ездил сколько машин в таком как его полупробочки пускай а то сегодня даже вчера была трудовая инспекция намекнула работодателям всем что сегодня обязаны рабочий день укоротить да у нас перед рождеством новым годом днем победы но нашим 23 июня и перед 24 февраля днем независимости укорочены рабочие дни по-моему два часа не знаю как я работаю до четырех сейчас два часа я ушел два часа пораньше может быть мог бы у раньше уйти мог бы позже но сегодня все так хорошо получилось вроде бы таких долгов нету так что еду домой мы постоим сейчас здесь много так что я обещал что будет видео длинное мы сейчас еще заправимся с вами потом еще сделаем кружок ух ты трамвайчик поедет и трамвайчик электричка смотрите оранжево по левой стороне так что как я обещал что если со мной ничего не случится видосов будет много вот так стойте стойте в нашей эстонской пробке в таллинской не так все просто и не так все легко получается надо было немножко по-другому поехать а с другой стороны можем посмотреть кстати по правой стороне мы повернем попробуем видите эти домики это деревяшечки от реставрированы от реновированы деревяшечки снимается значит с них весь внешние доски не утепляется не утепляется и заново новые ставятся эти крыши все отремонтированные в этих домах квартиры там ни одна от не знаю там от 4 до могут быть десяти квартира может быть и даже больше потом еще интересная информация если он не удастся одну вещь купить я покажу ее она связана с завтрашним праздником если не удастся ну ладно я потом как-нибудь про нее расскажу еще обещают нам снег если будет снег еще за по пойду естественно певческое поле опять покатаюсь на уже не буду повторять это видео ребёнку понравилось вообще адреналин чека она схавала тоже не слабо единственное что естественно ребенок маленький ну как маленький пять лет и саночками подниматься наверх сложновато сколько там можно один раз два и уже устает но ничего упорно шла шла смотрите мы начали двигаться это очень это позитивно сегодня в группе ездуны на фейсбук видео кто-то выложил девяносто третьего года человек проехался под талину захватил данья лас нами перед вот дорогу перед отец старому городу в центру города немножко захватил даже старого города интересно было наблюдать эти дороги автопарк такой еще весь советские жигули иногда такие иномарки какие-то старенькие для нас сейчас старенькие встречается типа там фордиков опел рекордов и оскона этих кто помнит такое такая ностальгия немножко так нахлынула немножко хорошо конкретно нахлынула ностальгии давайте пока здесь стоим покажу еще раз эти вот помню показал но еще раз посмотрим все такое солнышко светит и цвета у нас должны быть яркие и сочные вот тоже деревянный дом отреставрированы здесь три этажа обычно не двухэтажные кстати у них очень плохие подвалы эти дом дома скажем так буржуазные республики 1 1 сейчас 2 буржуазным значит и ну подвалы были рассчитаны там и на прачечную и найти кур я не знаю сарай не сарай ну а здесь я смотрю в этом доме сделали даже что-то типа подвальных квартирок окна такие занавесочками почему я знаю про это потому что сам жил в таком доме я уже раз и уже не раз об этом говорил так там внизу был и магазин еще и типа прачечный который под баньку можно сделать и кто живет на первом этаже иногда пробивают себе вот вниз эти квартирки делают такую одну комнату допустим полуподвальная такая и допустим уже вот на первом этаже второй уровень квартиры что скажу по людям на работе все уже час назад как у меня тишина все уже кто мог все посмывались естественно вот попали в эту пробку она должна была бы побыстрее проходить но видимо слишком много машин кстати вот что еще вспомнил у нас уже том поезды том поезды в ру конечно карди поезды перекрыта по моему или на армаманта перекрыта в дом в любом случае вот этот пятачок где у нас площадь свободы карли гостиница палас по моему там я не знаю я не хочу ехать но я так могу предположить что там кроме общественного транспорта запрещен проезд всем я могу так предположить от того что я ошибся да сути не меняет возможно там ограниченное движение но факт тот что вчера значит вечером там уже была генеральная подготовка к параду и уже так со вчерашнего вечера начали там все перекрывать завтра по моему к вечеру после трех часов обещали все заново возобновить проезды значит снег я сказал что обещают еще вы не устали меня слушать может выйдем да нет слушаем дальше вы хотели длинное видео это очень не вопрос его думаю может быть мясо с утра сейчас закину немножечко давайте сделаем так пока мы стоим вот здесь я немножко кину как я с утра еду через свою свой райончик там будет немножечко вот смотрите ради бога немножко снежка снес утра было темно ничего так прикольный и снег с утра всегда такое если он выпадает то он такой нежный 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 не нравится знаю что ты по нему почти первый едешь вот так мы будем с вами коротать и время в пробочках давайте пропустим машину сделаем доброе дело интересно скажет спасибо я думаю не скажет ну а мы же не за спасибо это делали да мы делали так чтобы самим было приятно он правда говорил по телефону поэтому не мог даже рукой помахать не советую вам в таллине говорить по телефону за рулем потому что одно дело мы заметили да а другое дело это заметит полиция чревато штрафом я вам скажу что не совсем приятным вообще штраф по своей сути он неприятен но в эстонии они очень неприятные нам принципе осталось чуть-чуть я думаю что остановки 3 максимум 4 и мы уже будем двигаться с нормальной скоростью значит как я уже скажу сейчас в третий раз мы заправимся я скажу в чё почем там будет потом мы поедем с бензоколонки бензотаправки наверное на тамсер а с тамсера повернем уже на мусс там этой а может быть и не так я посмотрю может быть заедем все-таки еще в парк лёвенру посмотрим там все в снежную снегу я еще не решил как поедем встречки совсем нету заметили а мы стоим кстати вот еще почему может быть такая пробка ну не пробка с такое стояние вот там видите кто-то оснастся так что даже проезда на перекрестке не оставил и машина ну да видно видно да вот машина не может даже развернуться но чуть там разобрались так ну-ка спасибо сказал поняли так бмв извини из принципа тебя не пущу у меня война с вами я бы сказал бы даже не на жизнь насмерть шучу конечно так вот пробка образоваться того что я сказал что может там или дорога закрыта или ограничение движения поэтому все идут в объезд завтра будет кстати у нас опять же морозный день поэтому я хочу одеться потеплее дочку одену потеплее кроме парада нас попробуй иначе я говорю как что я хочу заснять уже сами будете решать надо это смотреть вам или нет хочу заснять что-то из парада хочу показать что люди пришли в принципе 100 лет это я немаловажная дата да и людей должно быть очень много я могу предположить естественно не будем не будем мы там стоять часами смотреть потому что это будет и на посте месси на дельте еще и видео будет с этого парада можно будет посмотреть мы пойдем с вами в старый город потому что я думаю что в этом красиво в снегу все просто знаю что еще одна из мулька в старом городе я попытаюсь дойти до нее и показать сам хочу попробовать ну и не попробовать а посмотреть по крайней мере руками потрогать возможно еще кое-куда зайдем в этих автобусы с флажками странно что флагов на столбах я особо много не вижу по улице лива лая по улице лива лая в прошлом году были такие на столбах длинные флаги государственные государственные флаги в этом году что-то не заметил странно вы не заметил не заметил бывает так хочу мы стоим мы стоим ждем зеленый свет это наш следующий светофор и уже от него поедем дальше такси fly 1 2 поехал едем не знаю я сказал там 3 400 остановщики бои прошло или или меньше не знаю итак мы вырвались из таймской пробки машины грязные кстати моя тоже не хочу сейчас мыть нету смысла сейчас появился на лево и вижу что гирлянды все еще стоят с утра не заметил а с утра я же еду у нас уже светло хотя бы думаю это уже заметили на видео но все-таки что какие-то реки реагенты кидают нам на асфальт потому что он реально мокрый такой а у на при морозе минус 8 такого не может быть не у меня теплотрасс же это что снег простота это чего не знаю а скажем так по тротуаром газончиком по бордюрчиком снежок есть давайте здесь поедем как вы думаете окно помыть надо почистить давайте почистить меня сегодня еще в гости позвали но когда-то видео будет в онлайне я уже буду дома кстати спасибо что подписываетесь я очень кстати очень приятно что последние две недели с 5 числа где-то на 5 февраля очень много подписчиков пришло с молдавии мне приятно что вы смотрите меня и приятно что подписываться от их атаку адекватные люди с молдавии потому что моё видео по моему двух с половиной летней давности там мои слова так перевернули люди была война целую неделю приходилось комментарии то удаляй то даже же прикрывать не знаю над какой на видео двух с половиной годичной до двух с половиной годичной давности видео за неделю 30 тысяч просмотров пришло больше даже нет 30 тысяч я был в шоке немножко от того что я там говорил правду оказалось что я кого-то обижаю ну что это делаете правду надо принимать кажется в лицо в глаза они начинает южный базар о мы выехали на бульвар дружбы уже не раз показа заправляясь я только на место только на автоматических заправках еще немножко плюнем стеклоочистителя потому что мне кажется это быстрее да и у меня подвязки как бы с работы на эту карточку идут скидки по-моему там дополнительный цен по моему с бензина с литра я каждый месяц скидываю денежку туда на карту и заправляюсь честно говоря даже не знаю по моему там какая-то сумма у меня лежит в принципе не маленькая я обычно порядком ста ста десяти евро каждый месяц кладу на карту и это два и два бака бензина у меня уходит сегодня у меня будет очень пустой почистка я сказал бы даже полный бак будет хочу заметить замечаете что никто не торопится даже если обгоняет ну конечно бмв но как же бмв это же но не по-пацански если он сзади ведется что скорости у всех нормальные 50 километров в час ну вот да даже бмв старается под это подстроиться давайте пойдем через парковку магазина риме почему потому что показать видите все празднику готовятся два часа дня ну хорошо два часа 15 минут парковки забитые все а так тоже можно было да там дедушка такой боже дуванчик вот и в этой машине поворачивать налево хочет да я так и знал что здесь бензин будет дешевле везде было евро 25 и 9 а здесь евро 24 господа нам придется здесь даже постоять в очереди хотя вот там одна заправка пустая и вот мы ее и займем если конечно вот этот лексус не собирается занять нет он не собирается ну что заправимся скажем что почему или что почем ну что заправился я ровно на 50 евро вышло вышло у меня 40 литров бензина потом со временем мне еще при составлении счета на моей дебетной карточке снимут не 50 скажем евро а 48 с половиной к примеру и плюс у меня пошло еще порядком 50 центов за каждый ну за цент на за каждый литр на магазинную карту я смогу потом в магазине скажем получить при оплате скидку в 50 центов ну вроде бы машин немного да а все таки вот эти вот светофоры стараться тормозить кстати вы знаете я решил не ехать на тамсера я все таки решил ехать домой давайте зайдем на парк Левенру посмотрим что там происходит там красиво должно быть вообще смотрите солнце весеннее светит даже видны тучки небо не чистое вот здесь прямо справа да оно чистое но ощущение да будет холода у нас да но солнце то не обманешь солнце то светит уже по весеннему и это есть хорошо нам надо мной больше солнца чтобы этот вещественный обмен у жителей эстонии не нарушался вот здесь видите уже небо посветлее ну не посветлее а ну гестучек мне как-то раз показывали что почему-то в Таллине я не знаю как в других странах я зимой то не езжу вот бордюр да мы едем вот по правой стороне где бордюр грязно да но не так сильно как допустим в других странах да что как бы именно когда такая вот говорят что у нас сероватая немножко вот я не знаю даже видно сейчас или нет я не знаю так это или нет это года три назад мне об этом сказали кто помнит обычно я ездил направо где-то здесь через райончик сегодня будем стоять вот сейчас машина кстати на встречу поехала с флагом и таких будет завтра вот чем очень много что все таки я вам скажу что я не знаю говорил я это сегодня или нет что в Эстонии люди я сейчас не буду делить на национальности более менее такие как бы замкнутые они чувства особо не показывают что нет такого взять увезить машину государственными флагами и показывать свой патриотизм этого нету на праздник я заметил вот чаще стали появляться машины именно на день независимости и вот на день победы да именно в эти дни появляется очень машина при том что именно украшается они выносные эти флажки вот знаете эти рожки такие делают слева справа крепляются за стекло за пассажирские сидения у меня такой флаг есть тоже у нас с таким же креплением но это правда сербский я когда-то был в 2012 год мы ездили в Сербию и купили сувенирчик такой а другого не было точно при въезде в Белград покупался и у нас сейчас такие стали уже года 3 наверное продают нет 3 больше наверное лет 5 наверное такие продают вот государственные зайти в магазин вообще эта неделя вообще просто безумная была на эту атрибутику но уже заранее в магазин можно было зайти можно было покупать от можно купить было не знаю свечки брелки флажки сосиски даже или колбаски какие-то не знаю в сине-черно-белых тонах в сине-черно-белых тонах государственных что здесь стоит такое машина не понял кого ждем помните какие-то анекдоты вот наш парк покажем уже рядышком как мы видим как вы видите нет как мы видим или как вы видите или как я вижу да вот здесь видно что канал здесь замерз и на льду уже образуется снег я как бы не то чтобы расстроен за бензин слушайте а у меня еще евро 24 не так дорого я в прошлый раз управлялся по евро 30 что у нас на 5 центов вообще упал едем да давайте по вашим заявкам будет длинное видео у меня просто длинное видео не всегда получается иногда ну сегодня видите у меня есть видимо настроение хорошее поболтать могу обычно с работы приходишь в пятницу и болтать нет желания а здесь видимо этот укороченный день я на 2 часа не такой уставший как обычно ну поэтому пробило меня на проболтайку вот так что ли сказать я сейчас наблюдаю в парке нет людей не нету в городе сейчас все торопятся как бы домой я не знаю опять же вот как рассуждать как тут празднуют не празднуют я не знаю милemu так сидят за столом сегодня или нет мне кажется все таки все кстати австропятся быстрее домой прийти быстренько USA приготовить чтобы завтра проснуться пойти мы за стадиTeam что бы пойти посмотреть Празднование. Кстати, может быть и президента завтра увидим, не знаю. Я помню насчет президента была история такая, это был 1999 год, кто помнит знает по Эстонии, охранная фирма у нас была в 90-х годах, три охранные фирмы были, Акрополь одна называлась, другая называлась ESS и третья была Вальвикондис, это была фирма государственная типа ВОХРа бывшего, основанная на ВОХРе, так вот, были еще совсем маленькие, но совсем маленькие, так вот, я работал в фирме ESS и нас, певческое поле меня отправили охранять, там был какой-то Юритус опять, я не знаю как это, ну какой-то там был праздник, короче, и меня отпустили на обед, и я иду такой на обед в форме, и передо мной народ расступается, я думаю, нифига себе в форме и до, видимо, народ из уважения меня расступает, пока носом к носу с президентом Еленой Артемири не стукнулся, его охранниками, ничего не было, нет, не поедем мы, то есть я его до сих пор помню, я думал, что расступается передо мной, а расступаясь перед ним, просто он навстречу как бы выходил, еще шел мне, да, ну, три секунды звездности хайпнул, вот так что, не хайпанул, как будет правильно сказать, было такое дело, да, пешеходов нет, у нас все пешеходы, видите, на транспорт пересели, одинокий пешеход идет, укутанный, у нас холодно, здесь, кстати, потеплело, у нас минус 7, там было минус 8 в городе, в центре, где мой зеленый, нету его, для тех, кто уже устал слышать мою болтовню, могу сказать, потерпите еще минутку, сейчас заканчиваем, я и так сократил, сначала скоро про сообщение пришло, что домой надо ехать, кушать вкусняшки, да, не будем заходить в парк, там, не смотрю, так затоптано, заезжено, кстати, сделают, видите, парковку по правой стороне у нас, а в этом парке, где я показывал его, все тот же по правой стороне, там будут делать у нас мост, как все сделают к весне, обязательно сходим, посмотрим, какие у нас там нововведения, какой будет у нас красивый мост, или не красивый, не красивый, а новый, на новый мост, я всегда думал, почему там только один, приходится, ну, обходить очень много, кстати, я приехал, так что всем мира, добра, уважаем друг друга, осторожно на дорогах, из такого вам спокойного праздничного города, как сегодня наш Талин, да, я не прощаюсь, будет все хорошо, на выходных встретимся. ПС-очка, пришел домой, а меня ждет вот такой подарок для любителей сыра с плесенью, господи, тупой косяк.